Никогда не делала плазмолифтинг и обязательно сегодня его сделаю. Вот, и вам об этом расскажу. У Ирины Василенко в клинике пока нет этой процедуры, но она, кстати, тоже собирается, по-моему, ее вводить. А потом мне Сергей, я не молодой человек, поможет кое-что перевести из старой в новую квартиру. Вчера не было розыгрыша, вчера не должно было быть розыгрыша. Розыгрыш, еще раз говорю вам, значит, будет у нас сегодня айфон, сегодня айфон, завтра айфон или деньги, и послезавтра розыгрыш основного приза, операцию на грудь или деньги. Ребят, марка помады, вы мне напомните, потом я вам сфоту, это не помада, это карандаш, такой мягкий, очень удобный карандаш, я его обожаю, надо будет просто купить, ей про вас, какой-то мужик, ну, ребят, мой бывший муж, после того, как я вчера рассказала на всю страну, что у него все очень плохо, и член 14 сантиметров, он не то мог написать, мне, знаете, абсолютно, как бы, все равно, что там пишут, и меня это вообще не волнует, я вам хочу сказать только одно, что чем больше пишут, тем выше моя популярность, лучше, больше мои заработки, и тем лучше мое настроение, поэтому пишите, пишите и пишите, вот, про плазму обязательно вам расскажу, помаду сфотографирую, еще раз говорю, не помню, да, Юля, кстати, худеет, и, ой, сейчас очень длинный тоннель будет, возможно, я пропаду, секунду, по поводу мерила ли я у мужа, я с ним пришла 20 лет, и мне не надо было ничего мерить, девчонки, ну, успокойтесь уже, понимаете, что я вам хочу сказать, по поводу, за сколько плазма, со скольки лет плазма лифтинг буду делать, слушайте, я не знаю, я не знаю, ребят, по поводу плазма лифтинга ничего, я вам все расскажу, я первый раз реально еду, и с какого возраста, какие показания, я вам реально расскажу, вот, поэтому, спасибо за божественное, поэтому пока ничего про плазма лифтинг не могу сказать, Я делаю как бы разные процедуры, вы знаете, какое предложение поступило вчера в кино, у меня вчера было два свидания с одним молодым человеком в кино, затем с другим молодым человеком мы поужинали в ночи, вот, поэтому, слушайте, все, кого интересует моя история, моей жизни, вы можете посмотреть на ютюбе, набирайте Елена Санжаровская, и там сразу будет ссылка на передачу, прямой эфир, ее тогда еще вел Корчевников, это было два года назад, и там я искренне, честно вам все рассказала про историю с мужем, вы можете это посмотреть, посмотреть на этого мужчину, да, посмотрев на этого мужчину, сразу все поймете, если вы адекватные люди, вы мне вопросов задавать не будете, в этой передаче, конечно, есть некоторое, скажем так, прикрашивание, потому что как строятся такие передачи, редактор берет за основу реальную историю и накручивает на нее всяких ситуаций, чтобы было повеселее, ну, например, меня попросили сняться в доме моей подруги, сказать, что это мой дом, ну, чтобы, знаете, народ смотрел и говорил, о, боже, какая богатая убийца, там, что-то типа этого, а все остальное, ребят, правда, искренне, и вы можете там все это увидеть. Книгу про личную жизнь уже практически дописала. Как дела у Юли? Слушайте, у Юли дела очень хорошо, она продолжает худеть, но она сейчас приболела, и достаточно, ну, как серьезно, у нее температура, у нее осложнения на уши, на горло даже, по-моему, это бывает, потому что Юли, вот получилось, что она буквально за две недели сбросила где-то 10 килограмм, это, конечно, очень много, и, видимо, она, видимо, организм, он как бы сопротивляется, это, скорее всего, что-то типа психосоматики, ну, Юля уже обратилась к врачу, у нее все будет хорошо, и я уверена, что она, как бы, будет идти дальше по этому намеченному пути, где покупала синий рюкзак, синий рюкзак это Гуччи, по-моему, это видно, ребят, я уже вам говорила, Юра с папой, да, вечером приедет, когда выйдет книга, вторая книга, я думаю, выйдет весной, мои хорошие, Думаю, что выйдет весной, если вы не читали мою книгу, пожалуйста, почитайте, книга, ребят, ну, такие килограммы за две недели... Максимально. Юра в Таиланд со мной поедет во второй половине дня, какой второй половине дня? Во второй половине моей поездки, да, то есть Юрочка поедет... Сейчас скажу, мы поедем с ним в начале февраля, то есть я сейчас еду одна на два месяца, проведу фитнес-тур, вернусь, и потом уже вместе с Юрой снова поеду на два месяца. Послушайте, опять тоннель, поэтому, возможно, я сейчас пропаду, немножко подождите. Всё, 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 всё. Угу. 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 Слушайте, я была очень... Долго в тоннеле, смотрю, очень многие вышли, но как бы всем, кто вышел, хорошего дня. Как входило в кино? Ребят, смотрели «Девушка запутавшаяся в паутине», по-моему, называется. Это фильм с той же героиней, что и девушка с татуировкой дракона, но хочу сказать, что фильм, конечно, на мой вкус, в принципе, ни о чем. Спасибо за красоту неземную. Я такие фильмы, в принципе, не люблю, в них смысла никакого нет, и понятно, чем это все закончится. Мне кажется, это какие-то фильмы для людей, которые либо просто расслабляются при помощи таких фильмов, либо у которых не очень, скажем так, развит интеллект. В тоннеле были, здесь очень длинные тоннели, это где-то в районе Бауманской у нас, по-моему, на трешке. Самый длинный, наверное, тоннель в Москве. А так, в целом, в кино сходили, конечно, хорошо, конечно, приятно, когда молодой человек хочет произвести впечатление и выкупает все билеты на сеансы в кинотеатре, конечно, это приятно, и я такие поступки ценю. А вечером попозже у меня было свидание с футболистом. Периодически всплывают в моей жизни футболисты, но он, правда, бывший футболист, ему 30 лет, он уже не играет, у него там были какие-то серьезные травмы со спиной. Но деньги, обувь Филуи Виттон и замашки делать для девушек приятные остались. Вот, поэтому мы с ним тоже прикольно пообщались. Нет, в Москве очень солнечно, смотрите, солнце прям нереальное. Я сижу спиной, и солнце прям вот очень-очень сильное. Здрасте, здрасте, мои хорошие. Всем здрасте. Доброе-доброе утро. Спасибо вам тоже. Всем отличного дня. Всем вам хорошего настроения. Всем вам такого бодрого, бодрого настроения. Привет, ребят. В Ростов-на-Дону я точно не приеду. Приезжайте вы ко мне в мои фитнес-туры. Я об этом уже много раз говорила. Ближайший фитнес-тур теперь на Пхукете. Со 2 по 8, по 8 мая, кто выбирал фильм. Ребят, ну, фильм особого выбора у молодого человека не было. Я ему сказала заранее, где-то за 3 дня, что я смогу пойти только в определенный кинотеатр, который рядом с моим домом. И только в определенное время. И сказала, что я там не смотрю, например, боевики и прочую фигню. Кстати, если вы не смотрели фильм «Рапсодия», посмотрите. Это просто потрясающий фильм. Вот фильм «Рапсодия» я всем советую посмотреть. Фильм нереально крутой, просто нереальный. Киев, привет, всем привет. Ну что, сейчас буду покупать стол и стулья. Еще мне там кое-что нужно купить в квартиру. Буду вам все показывать в сторис. Надеюсь, что у меня все не то что хорошо, у меня все будет великолепно. Если бы у молодого человека не было денег, вы бы замутились с ним. Слушайте, но мне на самом деле не нужны какие-то там особо большие деньги у молодого человека. То есть молодой человек должен иметь возможности пригласить меня куда-то в приличное место там поужинать, сходить в кино, подарить мне там какие-то цветы. И если, например, он хочет поехать со мной, например, на отдых, то он должен быть в состоянии заплатить за себя половину, если я езжу, например, в какие-то дорогие достаточно места. Спасибо. Мне тоже было приятно вообще всех. Кривенко такие вещи пишет. Ребята, мне вообще неинтересно, что пишет Кривенко, что пишут все остальные персонажи. Вы знаете, у меня нет ни времени, ни желания никого читать. Я просто реально не читаю никого. То, что мне присылаете скрины в директ, я вас просто всегда прошу, мне ничего не присылайте, мне это неинтересно. Мой любимый писатель. Из современных я очень люблю Липскерова. Я люблю Дину Рубину. Кого бы, чтобы не забыть. Так, 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 так. Сейчас, ребята, вы мне сейчас напомните. Еще одна писательница. Очень нравится. Вечно ваш Шурик она написала. Что она еще написала? Вечно ваш Шурик она написала. Ребята, еще раз вам говорю, я уже вначале сказала. По поводу компромата на меня, который выставила Черно. Я могу Черно только поздравить с тем, что есть что выставить. И вас могу поздравить с тем, что вам есть что почитать. Все. Больше никаких комментариев. Кстати, она может мне прислать это в директ. Я это тоже у себя выставлю. Пускай мои читатели тоже почитают и повеселятся. Рой, ребят, Рой очень хороший мужчина. У меня с ним приятные дружеские отношения. Нет, Метлицкая. Нет, Метлицкая могу иногда почитать, от нечего делать в самолете. Нет, она никак не... Далеко не моя любимая писательница. Далеко. Это раз. Как же, господи, искренне ваш Шурик. Это кто вообще написал? Ну, напоминайте мне. Улицкая. Вот, спасибо, да. То есть Улицкая, Дина Рубина, Лепскеров. Из современных, если кого-то забыл, извините. Рой я могу почитать, когда в самолете что-то там хочется расслабиться. То же самое Метлицкую. Но могу что-то одно прочитать, вернее, послушать. Просто, чтобы расслабиться. А так, в основном, конечно, я слушаю, читаю классику. Я обожаю Гончарова. Обыкновенная история Гончарова для меня это шедевр. Я ее миллион раз перечитывала. Если вы вдруг не читали, обыкновенная история, обломов. Я обожаю эти вещи. Ну да, лень это не про меня. С радости к радости или, к сожалению, лень это не про меня. Я просто вечный двигатель. Ну, такая вот жизнь у меня. Такая вот у меня жизнь. Сегодня, кстати, с утра я купила два телевизора. Самые последние модели Samsung. Один чуть побольше, другой чуть поменьше. И купила очень крутую микроволновку. Такой в ретро-стиле. Микроволновку, по-моему, 14 тысяч стоит. Завтра все это привезут. Какую я музыку люблю, ребят? Тоже достаточно сложный для меня вопрос. Я, в принципе, люблю русский рэп. Прям вот люблю хороший русский рэп. И с удовольствием его слушаю. Но также я люблю всякую музыку, которая просто популярная такая зарубежная попса. Тоже я ее люблю. Которая крутит на... Такие волны-то у нас есть. На D-FM, например. На Energy и так далее и тому подобное. Но у меня сейчас нет никого макияжа. Опять такой... Просто я накрасила губы, а на глазах у меня сверху подводка еще со вчерашнего Андреевого макияжа осталась. Поэтому у меня такое впечатление, что глаза накрашены. Что меня заводит? Меня заводит, когда я зарабатываю много денег. То есть я все время заведена. Потому что я все время хорошо зарабатываю. Знаете, Ники Минаж. Ну, ребят, я, может быть, и слышала. Я по именам мало кого помню, к сожалению. К сожалению, мало кого помню по именам. Возможно, если там есть какие-то хиты у этой исполнительницы, я ее знаю. А вот уже велозаводский рынок может достаточно рядом. Кстати, Автозаводская для меня тоже такое знаковое место. Когда я ушла от родителей, я ушла от родителей в 17 лет, хотела жить одна. Я снимала здесь комнату на Автозаводской. И платили мы... Вдвоем снимали с девушкой, платили мы с ней, по-моему, 30 рублей. Я это очень хорошо помню. Вот этот вот райончик. И прямо здесь вот этот вот велозаводский рынок. И прямо здесь вот напротив, буквально в старом сталинском доме, мы снимали комнату. Комната была в коммуналке, но во второй комнате никто не жил. Вот. Вообще хороший такой райончик. Но это было очень давно. Господи, даже страшно вспомнить, как это было давно на самом деле. Какой фильм сейчас смотрел? Ребята, уже говорила. Ребята, у меня никогда не было отеков под глазами. Казахстан, привет. И по поводу, какие процедуры, я вам посоветую. Вы лучше у докторов спрашивайте. Лучше про докторов спрашивайте. Ну, а iPods, удобные наушники. Моя мама жива, я ее несколько раз показывала. Ой, Казань, моя любимая. Привет. Привет, моя хорошая. Как там твои детишечки? Как я отношусь к соленьям? Равнодушно. Какой любимый фильм? Слушайте, каждый вечер вам буду сейчас выкладывать фильмы. Вчера просто не успела, потому что была вся в свиданиях. А так, ну не могу сказать, что у меня есть какие-то любимые фильмы.